Субтитры создавал DimaTorzok Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Не торопитесь, хорошо? Вы все выучите. Сейчас сдавайте свои контрольные отчеты, кто колки и долги. Стихи тоже выберите за неделю, каждый из вас может выучить. Да, Варя, будете стих читать? Нет? Ангел прилетел, все вы ее в возрасте читаете. Ну ладно, если потом договоримся, да, Варя? Так, колядки. Учили дома? Пробовали петь? Я вам раздавала. Так, закулялых не было, я ждала. Ну вот слышали? Нима и земля, нима и земля, ныне торжествуют. Ну вот, слышите, я вам раздам, в интернете забьете, и мелодии, там очень много вариантов, будете петь. Обязательно после службы скажите, чтобы я вам не забыла дать. Все, здесь четыре колядки, между ними припев. Вы прошлый раз пробовали петь? А где где у вас? А где это еще? Так, стараюсь. А у вас кто дома остался? Ваня. Ваня. Вот, тоже, ну недели там хватит вам все это выучить, поэтому я сейчас вас ничего не спрашиваю. Все, это я вам отдам. Попробуем следующее воскресенье попробовать частями петь, что-нибудь. Пристос родился, Бог оплатился. Помните, вы пробовали брюшная? Так, это я вам обратил. Я уже на всех распечаталась. Так. Теперь по поводу сценария. Ну вот, Юля мне вчера скинула. Я его, правда, там убрала. А то там что-то, паук какой-то в сценарии, паук. Ну, такой там копилочкой, там, не знаю, то ли православный, то ли баптистский сценарий. Сценка о рождественских событиях. Мы с вами ее делали, но чуть-чуть в другом виде. Вот, смотрите, я кратко расскажу. Здесь самую главную роль и больше всего слов, но можно будет, я думаю, напечатать на отдельном листе и подглядывать. Будет говорить звезда. Ну, как бы от Вифленской звезды идет повествование. Вот сразу подумайте, кто хочет стать звездой. Там много слов ты не сможешь. Ливия эту песню звезды пела. А ведущая у нас была Енаха в прошлый раз. Там у нее больше всех было слов. Звезда там говорит, я вифлеемская звезда, пришла из космоса пустого, там вечная мрака, холода. И там впервые Божье слово меня нашло. В общем, длинное такое стихотворение. И вот она как бы горит. У нас есть где-то, да, звезда на голову одевается. И волхвы. Сначала они как ее обнаружили, да, три волхва нужно будет. Один волк говорит, о, этого не может быть. Мы ждали этой ночи долго. Ничто не может так светить, как знак родившегося Бога. Ты видел яркую звезду, что предвещали древние писания? Друг другу волхвы спрашивают. Ну, волхвы, наверное, мальчики у нас будут. Но там, видите, это мальчики, волхвы, мальчики, пастухи. А у нас братьев раз, два, три, все. Я общался. И все, ни маленьких, ни больших, вот они. Единственные, неповторимые. И браты вам. Поэтому придется, значит, или пастухам, или волхвам, девочкам. Вот и старая гвардия лохов, Оливия, Иринафа и Ксения. Ксения, ну, были, помнишь, такие чурбаны делали на голове? Ну, там еще маленькие были. Наверное, были, там, Полина, наверное, они были по возрасту. Так. И вот волхвы между собой, значит, разговаривают и говорят, что, ну, все, пойдем, что по писанию родился царь царей, пойдем его поздравим, соберем подарки, и они говорят, я возьму долг, и другой я смирную, и третий говорит, а я возьму душистый ладан. И они идут в путь. Звезда, опять говорит, и тут она переносится на поле с пастухами. Хотя, конечно, это все происходило в разное время, вы же понимаете, волхвы же шли, шли очень долго. Им нужно было с востока прийти, там, ни один месяц, может быть, даже около двух лет. Вот. То есть это в разное было время. И дальше пастух. Моя овца пасется тут, ее я заверсту, вижу. Нет, это не твоя овца, это моя. И что тут происходит? В общем, три пастуха нужно будет еще. Между ними идет разговор, и они видят ангела. Помните? Еще одна роль – ангел. Ангела всего, вот, ну, один тут стихотворение. Хочешь ангелом быть? Ну, хорошо. А у вас тем больше не крылья подготовить, тяжело будет. Да, крылья лежат, но мы тут крыльями всю стену закроем. У нас место-то чуть-чуть, а крылья на всю стену. Надо быть какие-то маленькие. И маленькие где-то были, да, найдем. Уже мы это потому, что уже много раз, уже все равно, уже за 13 лет таких только сценок не делали, но все было. Где-то и верблюды, и оселы, и коровы, все лежат. Еще тетя Оля рисовала нам. Все найдем. Так, и все. Значит, пастухи слушают, что им говорит ангел. Затем они, давайте искренней мольбой пред Господом очистим сердце. И все пастухи хором говорят слова. Вот я там на всех распечатала, там 4 варианта. Всем каждую семью раздам, чтобы дома репетировать. Сейчас распределим ролик. И дальше опять звезда видит волхву. Волхвы идут, приходят к Ироду. Нужен Ирод. Здесь немного у него. Ирод, хорошо, сделаешь корону? Корону и какую-нибудь себе красивую, там может быть, блестящую или какую-нибудь красивую накидку, да? Ну что ты царь все-таки, не бедный. Как он там этот кто? Пастух, да? Все хорошо. Раз у нас нету братьев, будет, значит, сестра Ирода. А пастуха? У Ирода там всего, вот, прям совсем чуть-чуть. А мощный оборот, у одного пастуха сделаем, у девочек, а Ирода сделаем. А нет, у Ирода тут, кстати, много слов. Потом в конце он говорит, когда он им сказал, идите, я тоже поклонюсь, мне скажете, да? Я тоже мессии хочу поклониться, а потом они уходят, и он говорит, Голубцы, он славы не достоин, какой спаситель, власть моя, он для народа не отнимет и крошки хлеба у меня. Мне что, народ, пускай погибнет, хоть весь он мне не будет жаль, и в этом мире безграничном я буду полна, властный царь. Ну, то есть, он не хотел своей властью, своим богатцем делиться, думал, какой там еще царь придет, да? То есть, ну, нужно будет с выражением все это сказать, все Агнеша. Вот, и потом царь ходит, и опять мы видим волхву, и они идут, и на этом заканчиваются. То есть, до момента того, как у нас не будет бедных, если бы, мы это каждый год почти делаем, да? Иосиф, Мария, владенец, этого вот как раз не будет. То есть, закончится на том, что волхвы пошли и дошли до дверей, написано, чтобы поклониться Христу. Трудна была дорога и так далее. Вот, и потом мы песни запоем. Какие мы будем петь песни? Вот, кроме колядок, это новое, то, что мы выучим. Какие-то надо спеть из старых своих песен. Вот, «Тихая ночь», я вам перечисли, вы ее знаете, помните? «Тихая ночь», «Звездочки в небе сияли». В этом мы пели, мы ее помнишь. Мы ее раз в два, в три года, мы ее. «Тихая ночь», «Тихая ночь», «Тихая ночь», «Тихая ночь». Вот, вот как раз, может быть, когда сценка закончится, можно эту песенку спеть, что... Там и пастухи, там и Иосиф, и Мария, там все перечисляется в этой песенке. Моя песенка проста, о рождении Христа беды. Если он рождился, будем, нет, мы помним. Так, на лошадке мы всегда поем. Так, тоже рождественница. Солохончики, свинья, пим-бом, пим-бом. И волхвы. Вот у нас есть песенка «Мы волхвы из родных стран». То есть они могут, когда они едут, вот эту песенку спеть. «Мы собрали караван, чтоб к царю-царе прийти, ему славу вознести». «Мы это пели бы». «Волхвы пели бы». «Пусть поют волхвы. Пусть они поют. Пусть они поют. Будете петь?» «Мам, вы волхвы. Ну вот давайте теперь распределим. Все. Мне нужно распределить и записать. Так, можно я ручку возьму? Можно твою шару? Так. Значит, Ирот, это у нас будет тихо. Агния. Ирот. А я кто буду? Ты звезда. Я пошла на карандаш. Я пошла на карандаш. Я пошла на карандаш. Тишина. Агния. Так, ну что, братья, будете пастухами или волхвами? Этим, этим. Если успеешь. И волхвами. Кто волхвы? Ну все, значит, братья у нас пастухи. Нужно будет распределить, чтобы каждый свои слова учил. Есть пастух номер... Ой, да, пастухи. Ну, значит, будет первый пастух. Это у нас будет. Ваня. Нет, давайте Ваня, потом Нестор. Первый пастух Иван. Иван. Второй пастух Нестор, да? Там одинаково слов Нестор. И третий пастух Тарас. Тарас, ну ты запомнишь, я вам слова дам, там не подписано, что ты. Ты запомни, ты учишь слова третьего пастуха. Так, кто волхвы? Первый, второй, третий. Первый волх. Ксюша, да? Вивия. Вивия. Вивия, Вивия. А ты не будешь? А я хочу. Вивия. Вивия. Волхвам. Волхвам. Подожди. Как же Вивия? Вивия так большая? Вивия. Вивия. Так, а звезда у нас кто будет? Вивия. Алионида звезда. Вивия. Вот это еще что-то еще. Они для кем будет? Так. Так, и третий. Так, вы с меня не сказали, что третий волхвы? Вивия. Вивия. Вивия и Вивия. Вивия. Так, за правильно. А ты? Третий. Третий. Так, волхвов распределили. Ага. Три пастуха, значит, есть у нас. Палка у нас не будет. Ангел Полина, да? Да. Воля ангел. Почему не будет палка? Ну, там, зачем? Палка вообще не в Библии, не в Евангелии. Нет, это просто тут художественный был замысел. Я его исключила. В сценарии. Мама, она тоже. Там, по сценарию, волхвы якобы попадают в темный лес, запутываются, ну, идет какая-то паутина, это надо какую-то сетку натягивать, что они не могут выйти, но им надо идти же дальше. И там пауком начинает загадывать загадки. Мы эти загадки, я их распечатала, они у нас будут, загадки. Загадки где-то они будут загадать. Я их там оставила, да. Загадки звезда загадает зрителям. Это будет более логично. И зрители будут отгадать, ну, не детские загадки, а по Библии загадки. Да. Вот. Про потоп, но их про... Нам будет, по-моему. Вот. Так, осталось у нас три звезды. Так, звезда есть. Волхвы есть. Волхвы есть, пастухи есть. Ирод есть. Ангел есть, Ирод есть. Вот идти, что на... Так, кто у нас без роли осознан? Я. Ты знаешь, кем будешь? Книжником во дворце у Ирода. Когда он начинает говорить, так значит, царь земли рожден. И где сейчас находится спаситель? Книжник стоит у него. Ну, как бы там его мудрец, который у него во дворце, он говорит, мы знаем, Вифлееме он. Ну, ты как бы слуга будешь у Ирода, да? Олег. Больше ему мантию нести, да? А я не могу. Сзади он выйдет, сзади, как у королей носят эту горностаевую такую. Олег. Все, у тебя одни слова. Мы знаем, Вифлееме, вот, все. И когда волхвы уйдут, Ирод тебе будет рассказывать, говорить. А, лукцы, ты как бы беседший. Олег. Олег. Только не переигрывай. Олег. Мы один раз, помните, попросили? Дядю Сережу. Дядю Сережу попросили быть ней рядом. Помните, как он начал кричать? Тарас испугался, убежал маленький. А тот как начал? Я! Кто посмел? Дядя Сережа тут так кричал, так в роль вошел, что Тарас, смотрю, назад, назад, назад такой, ну, вот Тарасик маленький. А Тарас был этим, воином таким. У него был такой шлем, как у римского воина. Я не знаю, кто ты был. Может, ты шибалок? Нет, не знаю больше. Так, слова выучишь, да? Ты сейчас не торопись, у тебя будет неделя на каникулах. Ты умненька, память хорошая. Сейчас не спеши, даже в следующий выходной можете с текстами подглядывать. Неделя будет, каникул, делать будет нечего, и будете учить. Классно. Дело было вечером, делаем. Да, целый день, ты за день выучишь все. Раз, два, два, два. Поэтому смотрите, стихи, особенно у кого много слов, можете отдельно стихи не учить потом, ну, которые читают. Отдельно стихи. У меня много слов? Классно. У тебя нет. А ты кто? Я Ангел. А, у Ангела нет, там чуть-чуть. Поэтому... Почитаем мы снова. Дома, почитаем, времени нет. Все. Давайте по песням. Какие распечатать принести песни? Кроме коряр. Тихая ночь. Нет. Нет. Можем спеть Аллилуйя, о котором филип. Нет. Это мы шлисты, но Бог его. Бог его. Тихая ночь, звездочки в небе сияли, моя песенка проста, в ночном саду, на лошадке санках. Давайте на лошадке санках. На лошадке санках? Да. Ну, ты так каждый год поешь. Это по детскому. По детскому. Выросли вы из этой песенки, да? Тогда звездочки ярко сияли. Пусть она поет в компанию с этой. Ну, раз просите, давайте на лошадке санках еще какое. Звездочки ярко сияли. Как эти звездочки в небе сияли. Звездочки в небе сияли. А может быть, да? Над мефлеем скользит доль. О, землей. На лошадке санках. О, в ночном саду. В ночном саду. Ну, вот они такие обе тихие. Надо одну какую-то такую мелодичную. А одну веселую. На лошадке санках. А то в ночном саду. Она тоже такая очень такая. Плавная. Плавная такая милая. А какую-то надо веселую? Нет. Мог его. Да. Не надо. Нет, ну, мы можем мог его, но она не рождественская. Давай еще когда надо рождественскую какую-то сеть. Ну, в ночном. Валин, ты можешь сказать. Тихая ночь. Тихая ночь, она тоже тихая. Тихая-тихая. Тихая ночь, она тоже тихая. Ну, она тоже тихая. Ну, она тоже тихая. Видишь, какая возлюбляющая. Ну, все. Я распечатаю тогда три песни. Калявки, да? Да. Ну, по просьбе Огнюши мы споем. На лошадке санках. На лошадке санках. На лошадке санках. Почему? Потому что она санке. Хорошая. Хорошая. Интересная, скажи. Веселая. Она такая вот рождественская. Хочется веселенькое. Веселенькое. Праздника. Веселье, да, чтобы будет праздник. Поз закончился. Ну, можно выпить. Я уже не маленький. Ну, не пой. Просто рот раздевай, как все остальные. Ты будешь только один человек, пейте в тебе. Будешь десять лет. Сделай дедушками ловушек. Девочки с дедушками ловушек. Он уже взрослый и хочет детские песни петь. Так, у нас время осталось, и будем новую тему разбирать. А ты хочешь? А ты же встали, что нужно спеть. Нет. Вот детская музыка. Вот детская музыка. Так, подождите. Давайте вспомним. У нас какие-то события на этой неделе были? Я не знаю. Какое? Это было на прошлой неделе. Это Николай Чудотворец. Чудотворец. Так. Правильно он когда был? Во вторник, да, по-моему, был? Во вторник был. Все знают, кто такой Николай Чудотворец? Да. Да, он, конечно, Чудотворец. Мира Лукийской, да? Лепископ. Ну, мы помню, даже, по-моему, читали «Житие» его изучали, да? У нас в той книге есть его «Житие». Так. Еще какой-нибудь праздник события был? А, юбилей был, это в прошлом, вас-то не было? Да. Вот. Был юбилей. Да. Здесь праздновали. Батюшка приезжал, молились. И были храмы. Гости были. А, юбилей были. Вот. Посмотрите, кто. Мне был, там в интернете стоит ролик полностью, что было, кто, гости были. А мы смотрели. Смотрели? Ну, вот. То есть все видели, да? Ничего не пропустили. Молодцы. Вот. Была женщина одна. Я разговаривала, зачем ты перебиваешь? Вы после службы там наговоритесь. Была женщина одна. Она приехала из Казахстана. То есть она была райха. Она приняла хрещение в православие. И стала Рахиль. Юбилейское имя Рахиль. Помните? Угу. Вот, Рахиль. То есть она уверовала, но при этом, ну, казахи, они в основном, какой веры, кто знает? Она как казашка и внешне, все казашка, а? А, мусульмане. Ислам, мусульмане, да? Они там, ну, мусульмане, и есть они там, и буддисты, да? Вот у нас из Казахстана присоединяйтесь. Язычники. Ну, а какая у них языческая? Шаманы, что ли? Ну, нет. То есть много, много на конфессиональное, да, тоже? Да нет, в основном они и стали мусульманами. Мусульмане в основном у них там мечети. Вот. Ну, и есть и православные крамки, туда в основном русские ходят. Но в том числе, вот, смотрите, казашка, она, именно, умеровала по евангелию. Она была у егопейстов. Есть такая, даже не знаю, как это назвать, секта. И Христа за Бога не почитают. То есть у них там свое очень такое намешанное учение. Они свой сделали, перевод Библии. Они даже вот слово распятие, например, заменили, что он был повешен. Везде рисуют, что вот так повешен в столбе. Вы, может быть, видели, вот, явно такое сектантское неправильное учение, все. А чтобы даже слово распят не было, распят, значит, ну, все понимают, вот, распятие, да. Кажется, это настолько очевидно. Но они там вот и перевод себе сделали, что и убрали слово распятие, везде повешен. И вот у них очень, кто к ним будет попадает, практически людей потом переубедить невозможно. Невозможно. Вот. Но она вот, благодаря Игнатию Тихоновичу, благодаря роликам, благодаря беседе с ним, он их убедил во всех спорных вопросах. И она ушла от еголистов, свидетелей Иеговы, они себя так называют, и приняла крещение в православие. Пришла, ходит в православный храм, там крестилась ее дочь, ее внуки. Они все приняли крещение, все в православной стае. Вот она очень хотела побывать у нас здесь, в гостях, и приезжала. Такой интересный гость был. Что еще? Кто еще что вспомнил? А, папа. Да папа, Поля говорит, да папу все наши молились. Папа. Чтобы папа вернулся. Все, папа вчера вернулся, а сегодня больницу, наверное, у кого же есть. Вот. Ты благодаришь всех, кто молился за папу? Ну, поблагодарю. Спасибо, Христос. Все, кто молился, продолжайте молиться, потому что он выздорел. Слава Богу, вернулся. Теперь уже будет полегче. Спасибо. Хотела с вами сегодня, но я уже даже начинать не буду, сейчас мы пойдем. Мы видели, как я где-то была бы рада. Тему о молитве пройти. Но уже теперь, после праздника, на следующей неделе мы все прорепетируем. У нас единственная будет репетиция, мы здесь на Воскресной школе все сделаем. А потом будет Рождество. Что это будет подарки? Подарки, конечно, будут подарки. А как же? На Рождество всегда подарки. И будет сценка, будем песни петь. Так, сразу, кто у нас пастухи? Я попробую достать жилетки. Пастухи, палки принесите себе. Какие-то швабры, а для чего? Вы же пастухи с палкой. У вас есть жилетка? Есть жилетка? Вот, жилетку сам оденешь. Так, волклы тоже сами себе придумайте, там, чуму или что-то. Ну, это тоже там неделя будет подготовиться. Тира, крылья. Ну, книжник, ты можешь, у тебя свобода. Как-нибудь, когда нарядишься с чумами. Нет, кто? Ну, не все в ролей. Третьякова тоже без ролей. Третьякова тоже. Поля без ролей. Поля Политыкин. Поля Политыкин, Третьякова. Ну, всем невозможно каждый год. Возможно. Ну, хочешь быть, будешь пастухом. Там не сказано, сколько было на поле пастухов. Вот волков складано в Библии, трое было. А пастухов неизвестное количество. А хочешь быть тоже слугой Ирода, например? Ну, все, будешь. Вокруг Ирода вы будете слуги. Можно сделать апохало, и как будто там же жаркая страна, все время лето. И будешь апохалом махать ему, чтобы ему не жарко было. Может, хоть с ней форму сделаем. Да где они тут все поместятся? Ну, они троем выйдут. Ну, то все хорошо. Ирод двое-две сходные, в уголок вот так вот встанут навстречу друг другу. Да, трон. Прикольно. Опять. Хорошо. Все. Ну, пойдемте, наверное. Сегодня служба короткая. Постоянем, пойдемте. Все. Пусть счастливы там. Пусть счастливы. Пусть счастливы. Все. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Душа моя, Господа, имя внутреннее Моя, имя Святое Его. Благослови, Душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяния Его. Очищающего все беззаконие Твоя, избавляющего все недуги Твоя. Избавляющего от искрения живот Твой, венчающего Тебя, милостивящий гротами. Избавляющего от искрения Твоя, обновится гордо юность Твоя. Твоя милость Твоя, Господь, и судьбу всем обидимым. Соза пути Своя, Моисей, Сыновом Израилю, хотенье Своя. Песня. 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 Продолжение следует...